МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа КРИК. Криминал-комментарии. В студии Иван Беречевский. Здравствуйте. Сегодня вы увидите... Жители Емвы провалились в подвал из-за сгнившего пола. Кто виноват в аварийном аттракционе? Пьяная ралли. Сыктывкарский водитель под шафе снес забор, скрываясь от полицейской погони. Сколько драйва было в его крови. Криминальный контракт. Ухтинского адвоката улечили в коррупционном преступлении. Кому и за что он хотел дать на лапу? В Емве, в доме номер 30 по улице Октябрьской, в одной из квартир провалился пол в ванной комнате вместе с людьми. Беда у нас, беда! Снимай! Снимай! Я снимаю. Обрушение произошло после того, как три девушки зашли в ванную. На помощь к ним кинулись те, кто находился в этот момент в квартире. Кто вызываете, у кого его на помощь? Кого? Кого вызываете? Одна из девушек получила травмы. После происшествия хозяйка квартиры с жалобой обратилась в администрацию Емвы, но понимания там не нашла. Тем временем ее соседи написали о случившемся президенту. Жители злополучного дома боятся провалиться или оказаться под завалом. Известно, что обрушение произошло из-за сгнивших досок, поскольку квартира муниципальная, пол восстановят за счет администрации. По данному факту идет прокурорская проверка. 6 ноября в Сыктывкаре разворачивались действия, напоминающие кадры из голливудского боевика. Водитель, пытаясь оторваться от полицейской погони, минуя все ограждения и препятствия, свернул на территорию промзоны Сыктывкарской ЦВК. Все происходящее фиксировал видеорегистратор. Чем закончилось преследование и кем оказался нарушитель, знает Антон Булаев. В 2 часа ночи в столичную полицию позвонили обеспокоенные жильцы одного из домов по Октябрьскому проспекту. По их словам, водителю кроссовера вдруг резко стало плохо. Мужчина уснул за рулем машины прямо посреди улицы. На место происшествия выехал ближайший патрульный экипаж ДПС, который вскоре обнаружил нарушителя. В этот момент мужчина пришел в чувство и нажал на газ. Сейчас войдет. Кроссовер протаранил забор и заехал на территорию Сыктывкарской ЦВК. Водитель попытался скрыться бегством, но его задержали и посадили в патрульный автомобиль. В машине ДПС мужчина не проронил ни слова. Предпочел уйти от прямых ответов. Управляли данной автомашинкой. Установлены у вас признаки опьянения, такие как неустойчивость позы, нарушение речи и запах алкоголя. В связи с чем отстраняетесь от управления данным транспортным средством. Протокол об отстранении. Можете ознакомиться. Расписываться будете? Мужчина прервал молчание, когда ему предложили пройти алкотест. Он согласился и получил вполне ожидаемый результат. Ребор, какие цифры показывают? 0,883. При таких показателях, естественно, установлено состояние алкогольного опьянения. С результатами свидетельствования согласны? Как я ранее говорил, сейчас будет составлен протокол по статье 12.8.1 за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме возмещения ущерба сытывкарским тепловым сетям за порчу имущества, мужчине также придется заплатить крупный административный штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде. Ко всему прочему, в ближайшее время суд должен надолго лишить лихача водительских прав. Автоинспекторы разыскивают водителя, который совершил ДТП в Сыктывкаре и скрылся с места происшествия. Дорожный инцидент произошел в последних числах декабря на улице Морозова. Неустановленный автомобиль протаранил припаркованный во дворе дома 123 Ниссан Тирана. Совершив аварию, злоумышленник скрылся с места происшествия. У внедорожника оказались повреждены бампер и правое крыло. Сейчас стражи порядка устанавливают личность автохулигана. Всех, кому что-либо известно об этом происшествии, силовики просят сообщить по указанным телефонам. Более 11 лет назад МВД России приступило к предоставлению государственных услуг и функций в упрощенном порядке, в том числе и по линии ГИБДД. Для доступа к электронному сервису нужно минимальное количество документов, как правило, имеющихся на руках. Какие преимущества предоставляет портал госуслуг для автолюбителей, в рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Виктория Марохина. Водительское удостоверение действует 10 лет. После чего его необходимо заменить. Для этого нужно зайти на сайт госуслуг, заполнить заявление, внести все требуемые сведения. Для выбора подразделения ГИБДД укажите регион и нужный отдел на карте. В конце выберите удобное для вас время для получения готового документа. В день, который вы указали, приходите с пакетом документов, ваше заявление проверят, вас сфотографируют и вы получите новое водительское удостоверение. Напоминаем, если истек срок действия водительского удостоверения и водитель вовремя его не поменял и при этом управляет автомашиной, то в отношении водителя может быть составлен административный протокол, штраф предусмотрен от 5 до 15 тысяч рублей. Регистрация автомобиля возможна только в отделении ГИБДД, но с помощью портала государственных услуг можно заблаговременно записаться на прием в госавтоинспекцию в удобное время. Процедура записи займет не более 10 минут. Не стоит забывать, что на госуслугах можно оплатить госпошлину со скидкой 30%. Для заполнения онлайн заявления на регистрацию автомобиля вам понадобится паспорт, ПТС, СТС, документ, подтверждающий право собственности на автомобиль, договор купли-продажи, страховой полис ОСАГО. Дополнительно в ГИБДД нужно будет принести квитанцию об оплате госпошлины, действующую диагностическую карту и при наличии государственный знак «Транзит». Игнорировать правила дорожного движения не только плохо, но и весьма затратно. И чем грубее нарушение, тем больше придется отдать своих кровных государству. Штраф можно оплатить, не выходя из дома на портале госуслуг, причем со скидкой в 50% в течение 20 дней после вынесения постановления. Долгие очереди в ГИБДД и невозвратно потраченные нервы автомобилистов ушли в историю. Теперь для быстрого получения государственных услуг достаточно зарегистрироваться на одноименном портале. Всего за несколько кликов заполнить заявление на получение водительского удостоверения или же записаться на регистрацию транспортного средства. Каждый водитель может выбрать для себя удобное время для посещения госавтоинспекции, а также сэкономить деньги при оплате госпошлины через популярный виртуальный сервис. В Сыктывкаре парочка вымогателей возомнила себя бандитами из 90-х. В конце декабря мужчины ворвались в один из цветочных магазинов в центре города и потребовали от индивидуального предпринимателя 10 тысяч рублей. По их словам, девушка открыла свой салон по соседству с другой торговой точкой, принадлежащей их близкому. Закрыть глаза на нечестную конкуренцию они готовы только за денежную компенсацию. Визитеры посоветовали потерпевшим не тянуть с оплатой долга и пообещали Сыктывкарке проблемы. Девушка испугалась этих высказываний, подумала, что это будет не первый и не последний раз, когда они к ней придут с такими требованиями. Ну и, соответственно, обратилась в правоохранительные органы. Задержанные лица, один, 84-го года рождения мужчина, ранее не судим, свою вину не признает. Второй мужчина, 94-го года рождения, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, свою вину также не признает. Слова индивидуального предпринимателя подтверждают случайный свидетель, а также СМС-сообщение с угрозами, которые были отправлены потерпевшись с телефона одного из фигурантов. На время следствия подозреваемых поместили под стражу. Если вина приятеля будет доказана в суде, за вымогательство подельникам грозит солидный срок, вплоть до 7 лет лишения свободы и штрафом до 500 тысяч рублей. Приговор Ухтинского суда в апелляционном порядке собирается обжаловать адвокат Роман Николаев. Его признали виновным по довольно редкой статье Уголовного кодекса, предложении посредничества во взяточничестве. Он обещал представителям бывшего главы КОМИ Владимира Торлопова решить вопрос с его досрочным освобождением по медицинским показаниям. Юрист попросил полтора миллиона рублей. В итоге вообще отказался от коррупционной схемы, но было уже поздно. Его задержали сотрудники ОФСБ по КОМИ. Репортаж Эдуарда Бушуева. На этих кадрах оперативной видеосъемки ухтинский адвокат Роман Николаев на встрече с юристом, представляющим интересы осужденного Владимира Торлопова и якобы племянник экс-главы КОМИ, в роли которого под оперативным прикрытием выступает сотрудник регионального ОФСБ. Соблюдение мер конспирации со стороны защитника вполне объяснимо. Он обсуждает щепетильный вопрос передачи взятки неким медицинским работникам, чтобы с их помощью получить нужное заключение специальной комиссии УФСИН о тяжелом заболевании, не позволяющем отбывать наказание в колонии. Самое главное подтвердить диагноз и получить заключение комиссии в наличии этих заболеваний, в частности, в одном месте. К сожалению, имеются такие случаи, когда даже при наличии таких диагнозов суд совершенно переворачивается на 180 градусов. Да, это заболевание есть, оно в списке, не мешает ему исполнять наказание. Поэтому самый оптимальный вариант – это Санкт-Петербург, это третья конституционная инстанция. Там действительно практически до 50% решений изменяют и отменяют. Владимир Торлопов, получив в 2019 году по приговору за Москворецкого суда за хищение и легализацию акций Зеленецкой птицефабрики, 6,5 лет лишения свободы и штраф в полмиллиона рублей, был отправлен отбывать наказание в 29-ю исправительную колонию под Ухтой. Вскоре после прибытия, в начале 2020-го, он подал прошение об условно-досрочном освобождении. Его доверенное лицо, не имея адвокатского статуса для предоставления интересов в суде, обратился к ухтинскому коллеге Роману Николаеву. Попросил его поучаствовать вместо него на заседаниях. Юрист согласился, но заявил, что шансов на успех практически нет. Поэтому и предложил решить вопрос по-другому. Через знакомую женщину-врача в тюремной больнице, с которой якобы уже налажен контакт. Здесь можно именно работать на развитие тех симптомов, которые у него уже есть. Развитие. Еще посоветовала такой момент. Если возможно, где он наблюдался изначально, там можно какие-то бумаги как-то видоизменить, как нужно. Есть такая возможность? Это вот как бы единственное, что я реально знаю, что его гонорарят специально, что ему делают замечания, хоть чтобы он не прошел по этому. За решение вопроса Николаев попросил полтора миллиона рублей. Из них на взятку предназначалось 600 тысяч. Остальное его гонорар. Указал о том, что по предыдущему опыту работы он уже работал с этим же обратившимся к нему гражданином по освобождению одного из заслуженных, также в колонии в городе Ухте. И зная из этого опыта работы должностных лиц этого учреждения, больницы, он обратится к ним за помощью, за денежные средства в пределах 600 тысяч рублей. За то, что они подготовят медицинскую документацию, изготовят меддокументацию и повлияют на работу данной комиссии. 900 сумма остается окончательно. И условия будут такие же, мы сделаем так же, что разобьем ее на три части. Эту сумму. То есть, грубо говоря, чтобы я там начал работать 100, давайте так вот сразу тогда говоримся. Установили наличие, да, еще 400. Если установили и не отпустили, то дальше не плавится, потому что пока его не отпустят. Как отпустили, это еще будет 400 как бонус. Хорошо? Обсудив все детали коррупционной сделки, которую уже фиксировалось сотрудниками спецслужбы, адвокат в последний момент отказался от запланированного. Несмотря на это, на основании добытых оперативных материалов Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вину Николаев отрицал, заявив, что добровольно отказался от совершения преступления. Он утверждал, что с самого начала он не собирался передавать денежные средства сотрудникам, медицинским работникам службы исполнения наказания, а все денежные средства в полном объеме, которые он намеревался получить от представителя Торлупова, он намеревался обратить в свою пользу. Изначально был умысел на мошенничество, однако он его не довел до конца. В связи с этим состав в принципе отсутствует. Оценив собранное доказательство, суд согласился с позицией следствия и признал адвоката виновным по статье «Обещание и предложение посредничества во взяточничестве». Роману Николаеву назначили два года условного лишения свободы и двухлетний запрет заниматься профессиональной деятельностью. Приговор он обжаловал в Верховном суде коми. Отметим также, что все три попытки Владимира Торлупова освободиться раньше срока, в январе 1923 года, в итоге провалились. Хотя в последнем случае, в июле прошлого года, Ухтинский суд сжарился над бывшим главой и хотел отпустить его. Но прокуратура через апелляцию добилась отмены этого решения. Субтитры создавал DimaTorzok